А знаете ли вы, кто такой Джек-Потрошитель? Как гласит история, этот жуткий псевдоним принадлежит неустановленному серийному убийце, который действовал в Лондоне во второй половине 1888 года. Его жертвами были проститутки из трущоб, которым маньяк перерезал горло перед тем, как вскрыть их брюшную полость. Извлечение внутренних органов вызвало предположение, что он обладал определенными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному медику. В период с сентября на октябрь 1888 года Скотланд-Ярд получил много писем, якобы написанных рукой убийцы. Но большинство из них было признано мистификациями, вызванными подогреть интерес публики к убийствам. В том числе и то, где он называл себя Джеком-Потрошителем, с чем и вошел в историю криминалистики. Точно известно пять его жертв, хотя полиция предполагала, что их могло быть и больше. Главными подозреваемыми были Аарон Косминский и Фрэнсис Тамблти, не раз замеченные в разного рода преступлениях, но доказать их причастность к серийным убийцам полиция не смогла. Легенды, окружающие лондонского маньяка, легли в основу различных исторических исследований, авторы которых почему-то подозревали в этих кровавых злодеяниях художников Уолтера Скиттера и Винсента Ван Гога, писателя Льюиса Кэрролла и даже внука королевы Виктории, принца Альберта Виктора. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.